Вышивку, лоскутное шитье. Но эти вещи, они 100% могут быть носибельны в современном мире. Все новое – это хорошо забытое старое. С таким девизом мачинская мастерица создала десятки национальных костюмов на современный мотив. Ткани будущий модельер использует только натуральные, а дизайн сочетает в себе особенности разного времени. Например, если говорить о традиционном шитье, большое количество пуговиц – это фишка современной одежды, стилизованной подруски, и традиционной. Это, мне кажется, так женственно, так здорово. Я обожаю такие вещи. У меня здесь тоже много пуговичек. Множество техник помогает передать историю народного костюма. А благодаря замкам, принтам чувствуется мода уже нашего времени. Это «Малиновый вечер». Здесь мы видим жакет такой красивый. Тоже он выполнен такой традиционной, скажем так, технике. Текстильный мех называется. Или его еще больше знают под названием синель. Но мы здесь видим абсолютно современный крой. Такой, может быть, немного оверсайз, свободные вещи. Шить такие наряды далеко не просто, рассказывает мастерица. На то, чтобы придумать образ и воплотить его в жизнь, иногда уходит несколько лет. Например, этот костюм – настоящая ювелирная работа. Жакет оформлен авторской аппликацией тканой. И он также является у нас пейзажным. И здесь мы видим тоже реальный пейзаж города Енисейска. Процесс этот кропотливый. Важно уделить внимание деталям. В коллекции мастерицы есть и сумочки, и ободки. Это тоже история. Вот символы эти традиционные, славянские, которые, естественно, мы видим в русском костюме. Это и плодородие земли, это и процветание веточки, засеянная земля. То есть вышивка не только украшения, но еще и несет смысловую нагрузку. И, как в народе тоже считают, это еще и своеобразный оберег. Идея Ачинской умирится поддержать культуру прошлых лет и при этом чувствовать себя модной и в наше время. Светлана Саенко, Дмитрий Шевцов и Енисей. Новости.